Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. В начале программы короткая сводка новостей. Сегодня день образования Союза Советских Социалистических Республик. Об этом в нашей программе репортажи из Еревана, Ташкента и Риги. В Исламабаде продолжается встреча глав государств и правительств стран-членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии. Выступая на ней, премьер-министр Пакистана Беназир Бхута заявила, что наиболее важными событиями прошедшего года стали советско-американские встречи на высшем уровне и подписание договора по РСМД. Глава пакистанского правительства приветствовала начавшийся процесс сближения между СССР и КНР. Коснувшись афганской проблемы, Бхута заявила, что подписание Женевских соглашений по Афганистану стало важным шагом на пути к восстановлению мира в этой стране. И это откроет новые возможности для сотрудничества и укрепления мира во всем регионе. Премьер-министр Индии Раджив Ганди указал на наличие благоприятных перспектив урегулирования спорных вопросов между Индией и Пакистаном после проведения в этой стране демократических выборов и прихода к власти новой администрации. По его предложению, выступление Бхуту было принято в качестве официального документа конференции. Затем она единогласно была избрана председателем ассоциации на очередной годичный срок. От причалов судостроительного завода имени 61-го коммунара в Николаеве, точно по рабочему графику, вышел в первый рейс транспортный рефрижератор Антон Гурин. Водоизмещение судна 9500 тонн. Оно оборудовано новейшими средствами навигации и судовождения. На нем созданы прекрасные условия для работы и отдыха членов экипажа. Впереди по курсу Владивосток. Счастливого плавания, успешной работы в новом году. Завершено строительство 60-километрового марийского участка газопровода Ямбург-Тула-2. Он проложен на два месяца раньше срока коллективом Треста ТАТ «Нефтепроводстрой». На строительстве применен передовой вахтовый метод работы. Накануне Нового года с аэродрома в Куновице поднялся новый самолет, созданный чехословацкими авиаконструкторами. Л-610 – это турбовинтовой самолет нового поколения. Он рассчитан на 40 пассажиров и в будущем заменит эксплуатируемые на внутренних линиях советские машины Як-40 и Ан-24. Новый лайнер экономичнее своих предшественников и, что немаловажно, со значительно приглушенным режимом работы двигателей. Специальным самолетом из Триполи на военно-воздушную базу на юге Франции были доставлены две маленькие француженки, которые удерживались больше года в качестве заложниц одной из террористических группировок, действующих на территории арабских стран. Они были освобождены по случаю рождественских праздников. Сейчас девочки направлены в одну из марсельских больниц, где пройдут тщательный медицинский осмотр. Это была краткая сводка новостей. А теперь об этих и других событиях более подробно. Корреспонденты программы «Время» передают из Еревана, Ташкента и Риги. Базумский хребет. Граница зоны бедствия. За ним разрушенные города и села. Тысячи людей, за несколько трагических секунд потерявшие родных и близких. Кров над головой. Водников ГАИ память цепкая. Вот скажите, сегодня утром с какими номерными знаками автомобили в спитак приезжали? Откуда? Знаешь, с Донецкой области, с Киевской области, с Краснодарского края. Потом были земляки из Днепропетровской области. Москвы, Институт международных отношений, добровольцы все приехали 20 декабря. Где работали? Работали в Кировакане. Значит, мы начали работать в Кировакане на эвакуации, на разгрузке машин, вагонов. И делятся на несколько групп отряд. Приезжают периодически сюда в спитак. Помогаем на завалах. Ну, тоже подсобные работы. Короче, куда направить райком партии. Туда, в общем-то, мы и идем помогать. С первых же дней разрушительной силе стихии, здесь в районе землетрясения, противостоит, борется с ней, невиданная по своей мощи энергия сострадания, соучастия, братской помощи. Сегодня на улицах армянских городов и сел можно изучать географию страны, всего мира. Хорошо, хорошо. С Ташкента ребята приехали, они должны построить у нас в основном город. Значит, часть города должны построить ташкентцы, а часть итальянские дома. То есть сооружать должны 3000 штук домов итальянцы и 170 тысяч квадратных метров жилья узбеки. Сразу людей, знаете, вернуть, то жизнь, которая у нас была, это, конечно, невозможно. Но мы должны работать так, чтобы создать все условия, ту теплоту, которую они раньше имели, чтобы частично хотя бы, значит, у них избавилось это горе, которое они видели и пережили. Особенно после того, как Михаил Сергеевич приехал к нам, уже по всякой помощи начали оказаться все братцы республики. Это помогло выставить и жить вас сейчас помогает? Это помогло нам подушевить, что вот мы окружены добрыми, значит, людьми, и оно даст возможность нам опять стоять на ноги и жить. И снова пошло, остановившееся было время. Маятник жизни сдвинула с мертвой точки братская помощь советских народов. В эти дни 22-го года в газете «Правда» была напечатана заметка. Совнарком Туркестанской Республики установил выдать премию 100 тысяч рублей и оборудовать за свой счет кабинет врачу-женщине Дашановой, окончившей осенью этого года медицинский факультет Государственного университета. Дашанова первая уроженка Туркестанской Республики, получившая высшее образование. Декрет Ленина об образовании первого на востоке страны университета. Эшелоны с оборудованием, поезда с учеными, оставившими свои учебные заведения, города, полгода пробиваясь через белогвардейские заслоны, они шли как в бой, не ради славы, а поделиться наукой, дать свет, образование народу края. Теперь это страница истории. Декрет Ленина за рубежом приобрел очень интересный отклик. Многие зарубежные социологи говорили о том, что для того, чтобы поднять грамотность населения всей Средней Азии, потребуется 4,5 тысячи лет. Ну вот прошло около 70 лет, мы имеем страну со сплошной грамотностью. Практически мы имеем 4 академии, которые выросли из Ташкентского университета. Ну вот Академия наук Узбекской ССР, Академия наук Таджикской ССР, Туркменской, и отчасти Казахский ССР была здесь организована. Мы имеем 43 вуза, которые отпочковались так или иначе от Ташкентского университета. Мы имеем целые школы, которые выросли на базе Ташкентского университета. После землетрясения вся страна восстанавливала Ташкент. Выстроили люди и современный комплекс нового университета. Около 18 тысяч студентов учатся здесь. В их распоряжении новейшее оборудование, лаборатории, вычислительные машины, около 3 миллионов томов книг, научных трудов, тесный контакт со всеми практически научными центрами страны. Мы работаем по целому ряду комплексных программ, скажем, с Ленинградским университетом, с Воронежским университетом. Значит, очень много серьезной работы у нас и с Новосибирским университетом. Вот я хочу сказать, что вот в свете вот этих вот образований Советского Союза, нашего государства, вот университет, он выглядит продуктом, как бы естественным следствием вот этого развития нашей страны. Вспомните заметку о первой дипломантке Туркестанского университета Дашановой. В 1922 году это было значительным событием в жизни республики. А сегодня только в трех университетах Узбекистана около половины студентов девушки-узбечки. Издавна реки были дорогами, которые вели людей друг к другу. И Даугава, бессмертный путь веков и неисчислимых поколений, всегда связывала прибалтийские земли с Русью. Она и берет начало на Валдайской возвышенности совсем рядом с Волгой. В половодии весной их истоки сливаются. Став крупной рекой, она устремляет свой бег через Россию, Белоруссию, Литву сюда, к морю. В Латвии главную реку республики зовут Ласкова Даугавиня. Река-символ, река-кормилица, река-дорога общих народных судеб. Революция, гражданская война увели от родной Даугавы сына крестьянина из Тервита, Эдуарда Замилыча Фелдманиса. Сражался на Волге, устанавливал советскую власть в Белоруссии. Его помнят и как родного сына всегда встречает Витебщина. И мы, латышские стрелки, как интернационалисты, всегда чувствовали дружбу белорусского, украинского, русского народа и других национальностей. И сейчас в нашей республике мы, латышские стрелки, встречаясь с молодежью, это подчеркиваем особенно. Поскольку молодежь наша смена, будем передавать им эстафету для продолжения наших дел. Я же сейчас вспоминаю двух фронтовых друзей, которые живут в столице. Это Лесик Иван Максимович, украинец, Грольман Борис Григорьевич по национальности евреи. Оба фронтовика, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И я обоими руками голосую за великую дружбу всех национальностей нашего великого советского государства. Трагедия в Армении потрясла нас всех страшной битой народа и изумила единением всей человеческой семьи. Мы осознали со всей определенностью, как в сущности мала наша земля. И как же важно нам научиться понимать, уважать друг друга. И воплотив в жизнь всю красоту, накопленную каждым народом, жить во взаимопомощи единой, умной, доброй семьей. Сегодня трудящиеся советской Белоруссии отмечают юбилей республики и ее Кумпартии. Семь десятилетий назад родилась наша республика. Была создана Коммунистическая партия Белоруссии. Многое приходилось начинать с нуля. Делать впервые. И потому непросто. И неоднозначно складывалась судьба белорусского народа. Все было. И радость побед, и горечь невзгод. Это и подчеркнул первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, товарищ Соколов, выступая с докладом на торжественном заседании Центрального комитета Компартии Белоруссии и Верховного Совета Республики. Отмечалось, что на протяжении всей 70-летней истории Белоруссии не было периода, когда бы республика не шушала силу единства и братства народов советской страны. Наиболее ярко это проявилось в годы войны, послевоенного возрождения народного хозяйства городов и сел Белоруссии. Я очень хорошо помню это время. Все было разрушено. В Быховском районе я принимал, так был, находился в то время, когда освободили части советской армии. Ничего не было. И первое, что это провезли семена в Быховский район. Не только в Быховский район, но всю освобожденную территорию Белоруссии. Это первые крохи, что прислала страна разоронная, где хлеб тоже делили по кусочкам. И без, конечно, без помощи всей страны, всех народу населяющих, мы бы не могли ничего в Белоруссии сделать так быстро, так, как делали в то время. Землянок быстро вышли. И вот сейчас свежий пример. Что бы сделали армяне, если бы не дружная семья, большая семья нашего советского народа? У меня такое мнение давнее, что интернационализм, которым мы все дорожим и должны очень дорожить, у нас в Белоруссии это чувство, я бы сказал, врожденное. Он, можно сказать, в крови белорусов. Это наша история, особенно история советского времени, история периода Великой Отечественной. Это было доказано. Но это не значит, что здесь нам уже нет чего делать, что мы не должны заботиться, чтобы это чувство было еще чище и сильнее. Сегодня под председательством заместителя председателя Совета Министров СССР товарища Баталина состоялось очередное рабочее заседание комиссии Политбюро ЦК КПСС. Разработана программа крупномасштабной реконструкции железных дорог на территории Армении. Комиссия Политбюро ЦК КПСС поручила Министерствам торговли СССР и Республики в ближайшее время открыть в пострадавших сельских районах магазины строительных материалов, обеспечить их всем необходимым. На заседании прозвучала резкая критика в адрес республиканских торговых организаций. Руководителям Министерств и ведомств Республики предложено на заседании комиссии 2 января отчитаться о том, куда идут и как распределяются многочисленные грузы помощи, и их отчет будет транслироваться по телевидению. Продолжается эвакуация пострадавших из зоны бедствия. К 1 января будет вывезено 110 тысяч человек. В заседании комиссии политбюро ЦК КПСС принял участие 1 секретарь ЦК Компартии Армении товарищ Арутюнян. Правительством Ирака принято решение об оказании материальной помощи народу Армении, пострадавшему от землетрясения. На днях груз был доставлен в Ереван и передан правительству Армянской ССР специально прибывшей иракской делегации. Среди направленных в дар материалов 15 передвижных портативных лабораторий для оказания первой медицинской помощи, 2000 тёплых одеял, 200 палаток, большое количество различных медицинских препаратов. Сегодня в Баку состоялся пленум ЦК Компартии Азербайджана, на котором были рассмотрены предложения партийных организаций республики по возможным кандидатам в народные депутаты СССР от Коммунистической партии Советского Союза. Пленум внёс в ЦК КПСС предложение от партийной организации Азербайджана, о выдвижении кандидатами в народные депутаты СССР от КПСС товарища Горбачёва, директора Музея истории Азербайджанской ССР, действительного члена Академии наук Азербайджанской ССР товарища Азизбекову, бурильщика Морского управления буровых работ «Нефтяные камни» нефтегазодобывающего управления имени 22-го съезда КПСС производственного объединения «Касп-Морнефтегаз» товарища Ибрагимова. Утверждён состав комиссии ЦК Компартии Азербайджана по основным направлениям социально-экономической и общественно-политической жизни республики. Участники пленума одобрили текст совместного обращения ЦК Компартии Азербайджана и Армении президиумов Верховных Советов и Советов Министров Азербайджанской ССР и Армянской ССР к гражданам, покинувшим места постоянного проживания. На пленуме выступил первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана товарищ Визиров. Среди тех, чьи кандидатуры обсуждаются при выдвижении кандидатами в народные депутаты СССР от Комсомола, директор Свердловского центра научно-технического творчества молодёжи Валерий Викторович Скрипченко. По специальности физик. Работал в научно-исследовательском институте. Два года назад стал одним из основателей массового движения системы технического творчества молодёжи. Свердловский центр НТТМ – это пока несколько небольших комнаток, где за стенками ещё ремонт, ведь используются старые, отслужившие свой век здания. И вместе с тем Свердловский молодёжный центр – это на 20 миллионов рублей договоры с предприятиями. Это выполненных уже работ на 5 миллионов, причём среди заказчиков – метрополитены «Уралмаш», агропром и театр. Здесь разрабатываются смелые решения. От компьютеризации школ до идеи, как сделать рентабельным отстающий завод. Казалось бы, столько дел у директора. Однако Валерий Скрипченко откровенно говорит, что депутатом стать хотел бы. Да, хотел бы. Так как экономический механизм, который положен в основу нашего центра, комсомолом отработан по всей стране, в сотнях центрах. И он показал себя очень эффективным как раз для решения социальных проблем, используя весь потенциал, который находится на территории. То есть производственный, природный, трудовой и интеллектуальный. И сейчас моя задача как депутата, я считаю, была бы как раз этот механизм распространить или довести до местных советов, сделать его основой перехода местных советов на экономические методы управления. Как складывались бы ваши финансовые отношения с советами, вы считаете? Предусматривается, что центр не будет спонсором местных советов, а будет как бы организацией, которая продолжением местных советов, экономическим механизмам их реализации, вот советской власти на местах. Это позволит объединить усилия всех предприятий и организаций, находящихся на территории, для решения социальных проблем. Увеличит материальное состояние советов, ну и повысит их роль как раз в решении социальных проблем. Как исключительно важный элемент завершившейся в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН расценил генеральный секретарь организации ПРСД Куэллер, выступление с трибуны этого самого представительного международного форума Михаила Сергеевича Горбачёва. Он подчеркнул, что выдвинутая руководителем СССР предложение о сокращении Советским Союзом в одностороннем порядке вооружённых сил и вооружений, представляет собой значимый вклад в переговоры по вопросам сокращения вооружений в Европе. Организация Объединённых Наций значительно активизировала свою работу, и по признанию многих видных политиков и дипломатов, мощным фактором воздействия на этот процесс стало не только новое политическое мышление, но и общее улучшение международного климата. Готовность ведущих держав планеты сотрудничать в рамках ООН для решения сложнейших проблем современности. В мире утвердилось понимание того, что решать сложные международные проблемы можно только многосторонними усилиями. Эволюция позиции Советского Союза в отношении использования сил ООН по поддержанию мира и политических функций Генерального секретаря ООН сыграла чрезвычайно положительную роль в создании новых благоприятных возможностей в мировой политике, и мы их сейчас реализуем. В 1988 году, благодаря усилиям государств, членов Совета безопасности и Генерального секретаря ООН, господина Переса де Куэллера, лидеры Ирана и Ирака согласились на перемирие после 8 лет брутоубийственного конфликта, унесшего сотни тысяч жизней. При непосредственном участии ООН в апреле уходящего года в Женеве представители Афганистана, Пакистана, Соединенных Штатов и Советского Союза подписали соглашение об урегулировании положения в этом регионе. Благодаря активным усилиям Генерального секретаря ООН стал реальностью плана организации о предоставлении независимости Намибии. В последних числах декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было подписано важнейшее соглашение по этому вопросу. Наметился реальный прогресс и в решении Кипрского конфликта, проблемы Западной Сахары. Историческим назвали здесь выступление на 43-й сессии ООН президента Южной Кореи и заместителя министра иностранных дел Корейской Народно-демократической Республики 30 лет спустя после окончания войны на Корейском полуострове. Журналисты назвали 1988 годом мирного прорыва. Большую роль в этом сыграла и быстро набирающие темпы народная дипломатия. И как заключительный аккорд новой многоплановой деятельности ООН в 1988 году стало выступление в декабре Михаила Сергеевича Горбачёва на 43-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая, как считают в кругах Организации Объединенных Наций, определила широкую повестку дня её работы на годы вперёд. Год этот действительно стал во многом этапным для крупнейшей организации мирового сообщества. Сегодня по национальному телевидению Афганистана выступил президент Республики Наджибулла. Он заявил, что после подписания Женевских соглашений появились большие надежды на прекращение войны и кровопролития в стране. Эти надежды осуществимы при условии соблюдения Пакистаном и Соединёнными Штатами своих обязательств по прекращению вмешательства в дела Афганистана. 29 октября Республика Афганистан выступила с предложением по урегулированию внутренних и внешних аспектов проблем страны и начала новые регулярные контакты с широким кругом представителей оппозиции внутри и за пределами Афганистана. Мы благодарны, сказал Наджибулла, Советскому Союзу, другим странам, Генеральному секретарю ООН за их усилия по урегулированию ситуации вокруг Афганистана. Предложение Михаила Сергеевича Горбачёва относительно положения в Афганистане, сказал Наджибулла, полностью соответствует позиции правительства Афганистана, в том числе последним нашим инициативам. В подтверждение предложений Михаила Сергеевича Горбачёва, сделанных им в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о прекращении огня в Афганистане, всем оппозиционерам и вооружённым группировкам предлагается в качестве первого шага по обеспечению мира начать полное прекращение огня с 1 января 1989 года. Все части и вооружённые подразделения вооружённых сил Афганистана будут соблюдать прекращение огня, если не подвергнутся нападению. В случае, если оппозиция с 1 по 5 января не будет соблюдать прекращение огня и тем самым отвергнет мир, то вооружённые силы республики будут вынуждены принять решительные меры для защиты мирной жизни афганского народа. Мы никоим образом не ожидаем, что эти действия в одночасье разрушат толстые стены, возникшие за десятилетия между различными частями народа Афганистана, сказал Нанджабула. Однако принятие этих предложений покажет народу, что оппозиция также понимает необходимость уничтожения этих стен и предпринимает первые шаги в этом направлении. Правительство республики Афганистан, подчеркнул руководитель страны, надеется, что оппозиция воспользуется возможностью сделать первый шаг к обеспечению мира на афганской земле. Президент США Рональд Рейган заявил, что Соединённые Штаты приложат все усилия, чтобы найти и наказать тех, кто взорвал самолёт компании Pan American World Airways. Аналогичные мысли высказал избранный новым президентом Джордж Буш. Американские авиакомпании срочно ввели более жёсткие меры безопасности при регистрации пассажиров и проверке их багажа в 103 аэропортах стран Ближнего Востока и Западной Европы. Об этом объявлено на пресс-конференции в Вашингтоне. Решение последовало за катастрофой самолёта авиакомпании Pan American в Шотландии. Как полагают, сильнодействующая пластиковая взрывчатка, заложенная в носовом отсеке самолёта, была детонирована с помощью двух отдельных взрывателей, действующих последовательно, которые были размещены в разных чемоданах или коробках, что затрудняло их обнаружение. Председатель Союзного исполнительного вечера Социалистической Федеративной Республики Югославии Бранко Микулич подал сегодня заявление об отставке своего правительства. Специальная комиссия, созданная Конгрессом США, опубликовала список американских военных баз, подлежащих закрытию в течение ближайших нескольких лет. Члены комиссии рекомендовали закрыть полностью 86 баз, расположенных на континентальной части страны, и уменьшить размеры ещё пяти. Кроме того, некоторые базы предложено реконструировать. Комиссия была назначена Конгрессом с целью изыскать пути уменьшения военных расходов в связи с острой необходимостью сократить огромный дефицит федерального бюджета. Израильские агрессоры провели серию карательных операций против мирного населения. Восемь человек получили ранения в результате очередного налёта израильских вертолётов огневой поддержки на южно-ливанский населённый пункт Султания. Спустя два часа другая группа вертолётов нанесла ракетный удар по окрестностям селения Шумерия. Менее трёх суток продержался на своём посту министр юстиции Такаси Хасегава, получивший министерский портфель в ходе проведённой премьер-министром набору Такэситой реорганизации правительства. Сегодня он вынужден был уйти в отставку в связи со вскрывшейся причастностью к грандиозному финансовому скандалу вокруг компании Рикруто. Политическая организация, поддерживающая Хасегаву, получила от этой компании в качестве пожертвований 6 миллионов йен. Сегодня в Вене состоялась очередная встреча в рамках консультации представителей государств-участников Варшавского договора и НАТО по выработке мандата будущих переговоров о вооружённых силах и обычных вооружениях в Европе от Атлантики до Урала. Как исключительно важный элемент, завершившийся в Нью-Йорке сессией Генеральной Ассамблеи ООН, расценил генеральный секретарь организации Перес де Куэллер выступление с трибуны этого самого представительного международного форума Михаила Сергеевича Горбачёва. Президент Южной Кореи РОДУ высказался за развитие отношений с социалистическими странами. В Багдаде под руководством председателя исполкома Организации освобождения Палестины Ясера Арафата состоялось заседание Высшего комитета поддержки народного восстания. Обсуждалось положение на оккупированных арабских землях в свете решений, принятых на прошедшем в Багдаде заседании исполкома Организации освобождения Палестины. Около 20 человек ранены сегодня днём в результате обстрела Кабула афганскими экстремистами. Ещё на месяц до 31 января продлён срок ультиматума армейской администрации Бирмы о возвращении беженцев в страну. Наш корреспондент передал сегодня из Бонна. 14 миллионов зелёных лесных красавиц под Новый год Федеративной Республики становятся жертвами электрической пилы. Жалко, конечно, но таковы традиции. К тому же более половины деревьев поражены болезнью, имя которой последствия промышленных кислотных осадков. Проблему загрязнения среды призван как-то облегчить появляющийся сейчас в продаже на бензоколонках бензин с октановым числом 98. Естественно, он бессвинцовый. В остальном уходящий год не будил особых пессимистических чувств. Успешнее, чем ожидалось, развивалась экономика. 2,5% роста для ФРГ это считается хорошим показателем. Даже строительная индустрия, как правило, золушка конъюнктура на подъёме. То, что начали делать сейчас в Касселе, возможно, в будущем сулит ей ещё более радужные перспективы. Высотные многоквартирные здания, как их называют силосные башни, построенные в 50-х, 60-х годах, укорачиваются. И не потому, что здесь боятся землетрясений, просто западногерманские граждане предпочитают жить в невысоких строениях. Современная строительная техника из Федеративной Республики в больших объёмах вскоре будет направлена в Армению. Проявлением нового качества отношений между ФРГ и СССР их стремление к добрососедству в Общеевропейском доме назвал западногерманскую помощь наш посол Квицинский. Уходящий год войдёт в историю как год начала вывода западногерманской земли першингов и крылатых ракет. Без сожалений, расставаясь с ракетами, несущими смерть, западные немцы сейчас приобретают другие ракеты. В новогоднюю ночь небо над ФРГ озарится красочными разрывами мирного ракетного фейерверка. Это тоже традиция. Вот и мы приобрели такую ракету, чтобы продемонстрировать вам её в действии. Будем надеяться, что обычно строгое в правительственном квартале полиция простит нам этот несколько преждевременный запуск. С Новым Годом, обещающим ещё больший прогресс в советско-западно-германском диалоге. Весёлого праздника желают варшавянам неоновые огни на Маршалковской улице. И новогодние праздники будут весёлыми. Хотя бы потому, что в последние дни в магазинах распродано огромное количество товаров, которые превратятся в подарки, оказавшись под новогодними ёлками. Радуются перевыполнению плана продавцы, удовлетворены итогами года некоторые экономисты, руководители многих предприятий. Ведь производство промышленной продукции выросло в стране за 12 месяцев почти на 6%. Производительность труда на 7%. Экспорт на 11%. Такой динамике роста производства могут позавидовать многие страны. А обыкновенный варшавянин, оказавшись в очереди, недоволен. Высокие темпы роста экономики сами по себе энтузиазма не вызывают. Ещё бы! На 60% выросли розничные цены. Небывалых рекордов достигла инфляция. И без того слабый рынок товаров никак не может оправиться после забастовок, которые произошли в Польше в мае и в августе. в последней декаде декабря состоялся пленум ЦК Порп, который обсудил некоторые направления реформы партии, затронул и экономические проблемы. Только что завершилась сессия Сейма. Решено перебросить значительные суммы из тяжёлой промышленности на производство товаров народного потребления, увеличить отдачу в народное хозяйство оборонной промышленности, расширить практику сдачи некоторых производственных мощностей в аренду, шире привлекать частный сектор и заграничный капитал. Здесь ожидают, что 1989 год станет для Польши годом дальнейшего укрепления её международных позиций, что также послужит преодолению внутренних трудностей и реализации программы реформ. Новый год год надежд. По преданию человека, которого ты хочешь поздравить с Новым годом, необходимо тронуть этой палочкой и сказать при этом следующие слова «Сурова, Сурова, Година, достиживый и здравый», и тогда все желания сбудутся. Моя Суровачка касается прохожей с мальчиком, желаю им счастья. Большое спасибо раздаётся в ответ. Передайте всем нашим друзьям в Советском Союзе поздравления с Новым годом. Шумят базары в новогодней Софии, чего только на них не увидишь. Ай да индю, ну просто загляденье, и где его такого взяли? Змеи тоже есть, правда, сделанные искусными народными умельцами. Покупают всё-таки 1989 год змеи. И всюду на улицах и площадях ёлки, гирлянды. Для ребят раздолье. За многие годы впервые в Софии снег. Ну а какой же Новый год без Калиды? Высоко в горах Балканах лежит село Церово. В народе шутят к небу близко. Идут по сельские улицы калидары. В доме крестьянина Петра Христова им рады. Калидары все с высокими посохами и дорожными сумами, торбами. Благополучие вам, говорят они. Пусть всегда над вашим домом будет ясная звезда. Вот такие слова в калядах. Хозяева одаривают их хлебом, кроваем, вином и овечьей шерстью. Древний, мудрый обычай. Обычай гостеприимства и человеческой щедрости. Идут по селам Болгарии калидары. Желают людям года мирного и мудрого, сытого и светлого. Добрый вечер. Последние дни года, время подведения итогов. И сегодня с согласия еженедельника футбол-хоккей, чуть-чуть опережая события, мы называем лучшего футболиста года Советского Союза. Это игрок сборной СССР и нашей олимпийской команды киевский динамовец Алексей Михайличенко. Пожалуй, это был один из тех редких случаев, когда лучший футболист года стал известен задолго до окончания сезона. Настолько ярко блистал талант Алексея Михайличенко в прошедшем году. Он и начинал эффектные комбинации и отменно действовал в атаке. Словом, всегда был в центре событий на футбольном поле. Обычно, когда пытаются представить футбол будущего, хотя бы обозримого, достойных исполнителей ищут в дне сегодняшнем. Так вот, футбол будущего видели в игре Ван Бастена, Гуллита, Марадонны, Платини. Алексей Михайличенко тоже из этой яркой плеяды. И совсем не случайно он занял почетное четвертое место в списке лучших в Европе вслед за признанными голландскими мастерами. Хоккеисты ЦСКА провели вторую встречу в рамках турной по Северной Америке и выиграли у команды национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Айлендерс со счетом 3-2. Шайбы в нашей команде забросили Макаров, Быков и Крутов. Очередной матч армейцы сыграют 31 декабря с командой Бостон Брюинс. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в городе Анкориджи на Аляске, сборная СССР в матче третьего тура выиграла у шведов со счетом 3-2. У нашей команды максимальное количество очков 6 из 6, столько же у хоккеистов Канады, в третьем матче они выиграли у американцев 5-1. В Оберсдорфе ФРГ прошел первый этап традиционного турне четырех трамплинов, результаты которого входят в зачет Кубка мира. Победил Дитер Тома из ФРГ, уже в первой попытке улетевший на 115 метров. Он сумел опередить олимпийского чемпиона Матти Нюканина из Финляндии. «Это была моя не только лучшая, но и самая трудная победа», сказал Тома после окончания соревнований. 19-летний спортсмен лидирует в общем за счете Кубка мира, набрав 106 очков. Он на 20 очков опережает идущего на втором месте шведа Яна Беклафа. Лучший из советских прыгунов Павел Кустов был на этом этапе 14-й. А участники традиционного ралли Париж-Дакар уже мчатся по дорогам Африки. Известный мастер кольцевых гонок бельгиец Джеки Икс, выступающий на Пежо 405, выиграл скоростной 308-километровый этап по Тунису. Он же сегодня победил и на втором этапе в Ливии. Бельгиец на 13 минут опережает прошлогоднего победителя ралли Финна Ари Ватанина. Среди мотоциклистов впереди итальянец Клаудио Теруци. По-прежнему остро стоит проблема безопасности. Были аварии и в Тунисе, причем пострадали зрители. Организаторы решили ужесточить штрафные санкции к тем гонщикам, которые превышают скорость в населенных пунктах. Продолжение следует... Добрый вечер. На стыке старого и нового года погода будет меняться с головокружительной скоростью, чем-то напоминая мелькание масок на новогоднем карнавале. В Прибалтике и Белоруссии ночью дожди с мокрым снегом, близкая к нулю и плюсовая температура. Днем ветер повернет на северо-западный, заметут метели, а температура понизится. Вначале в Таллине, а к вечеру и в Нинске. Еще резче будет выражен переход от слякоти к морозам в Псковской и Новгородской областях, где днем температура понизится до 7-12 градусов мороза. В Ленинграде ночью и утром снег, минус 1-3 градуса, днем ожидается ослабление снега и понижение температуры до 7-9 градусов ниже нуля. Вновь начнут прибавлять силу морозы в северных областях. В Архангельской области и на севере Коми АССР завтра 25-30 градусов. В Мурманской и Вологодской областях 12-18 градусов мороза. На Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе ветрено, мокрый снег и дожди. Температура днем от близкой к нулю в Ростовской области и Ставропольском крае до 5-7 градусов тепла на Кубани, на Украине и в Молдавии. В черноземных областях России вновь снегопады, метели и оттепель. В Армении местами снег и туман, на перевалах метели. Ночью 9-14, днем 1-6 градусов мороза. В Ереване на 3-4 градуса теплее. В Грузии днем 2-7, в Азербайджане 5-10 градусов тепла. А теперь коротко о том, какой видится новогодняя ночь. Словно художник, погода обставит ее самыми разнообразными декорациями. Как и положено, морозы по 30 градусов будут трещать на севере. В Южной будет новогодняя ночь в Поволжье и в Волговятском районе. Стихнут метели и похолодает в центральных и черноземных областях России. Дальнейшее понижение температуры будет идти в Прибалтике, Белоруссии и на северо-западе России. Не грозит встреча Нового года под дождем и москвича. В столице завтра утром и днем снег, метель 2-4 градуса мороза. К вечеру ожидаются понижения температуры до 10-12 градусов. А утром первого дня Нового 1989 года будет уже около 20 градусов мороза. мороза. Нового дня мороза. Нового дня мороза. Нового дня